Девушки отдыхают Да. Что ты думаешь по тому поводу? Думаю, что справедливо номинировали, потому что я первую часть съемок пропустила из-за работы, а на вторую часть явилась. Из-за этого, собственно, я в номинации. Это не из-за того, что я когда-то там в лобе работы, нет, это из-за того, что я просто не явилась на съемки из-за работы. Но от работы вообще никак нельзя было там отпроситься, как-то так. Ну, думаю, если мое, то я останусь в этом проекте. Если не суждено, не мое, то, значит, тому и быть так. А эта номинация стала для тебя какой-то мотивацией, чтобы лучше работать, как-то качественнее? Конечно. Все равно какой-то вот негативный, так скажем, момент жизненный, он ставит на какой-то путь, направляет себя. И, конечно, хочется работать. У меня сегодня пруха идет. Это прям ворк-ворк-ворк и все. В проекте осталось семь девушек и семь парней. Каждую неделю двое будут покидать шоу. Отныне любая ошибка и недоработка может стоить им место в финале. Первый уход участников на проекте серьезно переживали, поскольку изначально внутри установились дружеские отношения. Я в себе не чувствую абсолютно никакой конкуренции. То есть мы настолько дружили со всеми ребятами. С Марго мы лично дружили еще до проекта. И я ее очень сильно поддерживала. То есть она сомневалась, идти сюда вообще или не идти. Я ее прям подтолкнула и сказала, пойдем. Конкуренции я не чувствую. У меня, ну, по крайней мере, у меня внутри ее нет. Вот. Дружеская атмосфера была настолько, что каждый друг другу помогал, советовал. Сейчас же это неизменно. Как бы просто есть немножко такая обида какая-то, что ушли девчонки уже в семья, так скажем, неполная. А так, это все те же дружеские отношения, мы друг другу помогаем. Конкуренция, я не скажу, что она чувствуется. Ну, правда. Мы настолько дружны, что каждый друг другу помогает, показывает, как фотографироваться, каждый помогает, как учить ходить и так далее. Это здорово. Это замечательно. Да. И где борьба, где сплетний интриги, скандал? Нет, увы, но нет. Мы сдружились. Организаторы решили дать участникам немного выдохнуть и отложить в сторону экстравагантные испытания. Пришло время классики. Свадебный салон «Модная версия» подарил ребятам возможность стать героями нежной, вечерней, свадебной или коктейльной фотосессии. Мы привыкли их видеть в обычной одежде каждый день. А эти образы придают им торжественности и нарядности. Немножко сегодня у девочек было задание, они должны были доработать свой образ немножечко сами. Платье мы примерили заранее, и они немножечко дорабатывали. Мы сегодня посмотрели, как они с этим справились, и наши визажисты и парикмахеры смогли им помочь немножечко подправить или доработать то, что у них немного не получилось. Процесс подготовки, признаются участники, самое приятное и интересное. Они с трепетом наблюдают за работой мастеров и наслаждаются моментом, когда им еще не нужно включаться в активную работу. Это, наверное, не скажу, что самая любимая часть, но это вообще здорово. Именно когда профессионально все это делают, это обалденно. Очень интересно всегда посмотреть на результат, как это получится в новых образах. Практически всегда, прям за редким исключением мне нравится, но в любом случае это наша работа, работать и потом уже в итоге с тем, что есть. Поэтому никогда такого, чтобы прям недовольства, такого не было. Пока очень классная команда, все очень здорово делают, мне нравится. Каждый раз ты вообще не знаешь, чего ожидать, и каждый раз удивляешься, как это вообще можно было придумать. Каждая фотосессия – это одно большое испытание. Задача модели не просто показать, какая красивая одежда или локация съемок, а передать атмосферу, чувства, эмоции и посылы. И сделать это так, чтобы человек по другую сторону фотокарточки поверил. В платье. Я всегда мечтала, вот, все еще в платье. Ощутить себя невестой. Женщик подходит? Да, подходит. Вроде невестки, вроде нормально. Ну, если честно, да, я чувствую себя в любом костюме комфортно. Но тот костюм, который нам предоставили, это просто, конечно, супер. Мне очень нравится, мне... Я чувствую, что он мне идет. То есть, как будто, вот, я для себя лично выбирал. Каждую неделю проект покидают двое участников. Одного из четырех номинантов могут спасти телезрители. На официальном сайте реалити-шоу «Топ-модель Евростар» можно проголосовать за одного участника, который, по вашему мнению, должен бороться за главный приз. Ну, а мы продолжаем следить за проектом и рассказывать все самое интересное. Продолжение следует...